Добрый день, друзья! Меня зовут Артём Андросов. Я молодой предприниматель, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства «Опоры России». Наша программа «Точка опоры» на канале WBC. Мы здесь разговариваем с молодым предпринимателем, которые сегодня строят новую экономику нашей страны. Это современные герои России. И сегодня гостем нашей программы стал Александр Ким, основатель компании «Суши Бокс». Саша, добрый день! Здравствуй! Очень символично, что мы встретились с тобой здесь, в Тюмени, в центре Сибири, в ресторане «Сибири» и поговорим с тобой о ресторанном бизнесе. Немножко о твоем бизнесе. У нас сей торговых отделов занимаемся суши роллами. По Ульяновску у нас представлены 24 объекта, ну и основное направление – японская кухня. Скажи, какой оборот компании сейчас? Оборот компании в порядке 13 миллионов в месяц, но в год около 120 миллионов рублей. 120 миллионов оборотов в год. А количество работников? Количество работников около 200. Около 200 работников? Да. Серьезно? Тебе сколько лет? 27. 27. Это твой первый бизнес? Ну, ну нет. Этот бизнес как бы я начинал с 18 лет. Именно суши? Именно суши. Поначалу я был просто обыкновенным поваром. Я пришел на должность там стажера, изучал японскую кухню. Отработав полтора года как просто повар, я принял решение уехать в город Воронеж. И, собственно, в городе Воронеже у меня все это и началось. Суши-бокс. В Воронеже мы открывали первый проект, назывался он еще «Суши в дом». Суши-дом? Суши в дом. Суши в дом. Да, это одна из таких, на сегодняшний, даже, может быть, года два назад, это была достаточно тоже крутая, хорошая компания для города Воронеж. Из Ульяновска ты уехал в Воронеж? С Волгограда. С Волгограда? Да. Сам ты из Волгограда? Я сам с Волгограда, я вырос в Волгограде. В 18 лет пришел поваром сушистым компанией, обучился сушам и через полтора года открыл первую компанию в городе Воронеж. То есть с Волгограда переехал в Воронеж и открылся там. Проработав в городе Воронеж, наверное, год, у меня произошел неприятный инцидент с партнерами, с инвесторами, с учредителями, после чего я остался без ничего и просидев три месяца дома, я принял решение ехать в Новосибирск. Новосибирск? Да. Я приехал в Новосибирск и точно такая же компания, которая была в Воронеже, построил ее в Новосибирске. Ну и там проработав два года, в компании у нас там было около 14 торговых отделов в Новосибирске, причем мы забрали, подписали большой договор с компанией «Лента». И у нас по всей территории России, в том числе Новосибирск, Прокопьевск, Волгоград, Ворск, мы открыли объекты в таком же формате. Ну и проработав два года, опять я испортил отношения с партнерами и уехал в Ульяновск, и уже в Ульяновск я начал строить компанию сам. Сам, да. С нуля? Да. С минусом, наверное, зажечь. У меня есть близкие товарищи, которые, ну скажем, я уже не стал обращаться к каким-то знакомым, я обратился к своим братьям, которые мне помогли. И как раз таки тогда братья нашли первую сумму капитала полтора миллиона рублей. Ты стартовал в Ульяновске в каком году? 2013 год. 2013 год, полтора миллиона рублей, и сегодня у тебя 24 ресторана. Сегодня 24 ресторана. Ульяновская область? Ульяновск, Ульяновская область сейчас работает у нас. Ну и в том числе мы открыли по франчайзингу, но нельзя сказать, что это франчайзинг, в том числе мы открыли в Саратовской области, в городе Балашово еще два филиала. Тестируешь, да? Я тестирую франчайзинг, но эта ситуация была даже не как франчайзинг, это была некая помощь человеку, который оказался тоже в беде. Ну и, собственно, получилось то, что есть сегодня. Хорошая история. Мы поговорим подробно потом о партнерах. Скажи такой вопрос. Что для тебя сегодня является или кто точкой опоры? Люди. Люди. Люди и команда? Команда, люди. Да, потому что, ну, понимаешь, не строится компания или компания из одного человека. Компания строится из команды, наверное, все это прекрасно уже знают. И на сегодняшний день я не считаю, что проблемы, как многие там говорят, проблемы в людях. Ну, в каждой компании нет людей. Я думаю, все-таки вот как раз-таки мы сейчас приходим к другому времени, когда есть порядочность, честность, открытость. Пока что у нас еще и люди к этому не готовы, скажем так. Ну, отсюда и страдает кадровый резерв. Скажи, в твоей жизни были наставники? Есть? Не было. Никогда. Была. Жизнь. Одна наставником и все. Один человек был наставником. Нет, не было у меня наставников. У меня было просто желание, Артем, как-то изменить жизнь. И все, я поехал. Я не знал, понимаешь, когда я был просто сушистом или там просто поваром, знать там должность повара, знать регламенты, знать меню, я думал, это достаточно для того, чтобы, начать предпринимательскую деятельность. И когда я стартанул, я понял, что это капля в море. Когда я столкнулся с партнерами, с учредителями, состав учредителя, процентные ставки, договоренности, финансовые отношения. Это было столько пунктов, где у меня просто взрывался мозг, и я понимал, что есть два пути решения. Либо сдаваться, либо идти вперед. И ты всегда просто шел вперед? Ну, деваться просто некуда было. Наверное, может быть, я и сдался как-то. Большинство многих людей, которые сдаются. Просто как-то посчитал, что это слишком легко, это слишком слабо для меня. А сейчас вообще какие амбиции перед там, задачи, цели? Ну, сейчас у нас как-то. У нас амбиции открыть тысячу филиалов. Тысячу филиалов хочешь? Открыть тысячу филиалов. Мы строим полностью свое производство. Начиная от линейки А, заканчивая линейкой Я. То есть, что это подразумевается? Мы выводим свою линию производства продуктов. Прямые поставки с Китая. Мы налаживаем торговое оборудование, чтобы ни у кого это покупать. Мы делаем это все полностью сами. Помимо этого, у нас есть у компании «Суши-бокс», есть дочерняя компания, которая называется «Будфод». Она специализируется только на доставке. То есть, здесь у нас получается, если мы вот этот клан соберем полноценно, то сможем идти и шагать. И хотя бы дойти до тысячи отделов. Хотя я прекрасно понимаю, что тысяча отделов – это не показатель. По образованию ты кто? Никто. Ну, среднее школьное образование я больше нигде не учил. А, школа. И даже? Даже специального у меня не было. То есть, на морально волевых по факту, да? Да, ну как-то. Отучился в прошлой школе. Я не знал, кем я хочу быть и кем я стану. Я просто не хотел на это тратить время, деньги. Я честно скажу, я тебя увидел в Ульяновске два года назад, когда я первый раз приехал. У нас был фестиваль «Трусстори» «Фест». И вначале я подумал такой, что за замкнутый парень, ну, наверное, с ним будет крайне скучно. Да, я услышал твою историю. Историю связанную… Один раз кинули партнеры, ну, просто вытеснили из бизнеса. Второй раз. Сейчас мы поговорим об этом. И парень просто идет и третий раз делает такую же сеть, такой же продукт и снова становится успешным. Ну, у меня, честно, в голове картинка не сложилась. И до сих пор она не складывается. То есть, какую надо силу воли, какой мотиватор там. Вот что тебя мотивирует? Почему ты постоянно… Что тебя заставляет не сдаваться в таких ситуациях? Понимаешь, ничего же особого не произошло. На самом деле, это какая-то элементарная трудность. У тебя она в жизни бывает, у меня она бывает. Ну, и миллион людей ежедневно это происходит. А если тебе эту трудность дали, то у тебя право выбора другого. Нет, ты в любом случае, значит, ну, как бы, скажем, боженько понимаешь, что ты с этой трудностью справишься. И я как бы не знаю, что будет в будущем, я просто ушел. Окей, давай разберем прямо тогда ситуацию. Вот, Воронеж. Ты приехал в Воронеж. Открываешь сеть, находишь какого-то партнера, который деньги тебе дает, да? Вы открываете, да? Что дальше? Сколько точек было в Воронеже? Когда я уходил, было 4 точки. Открыли мы их за 3 месяца. За 3 месяца. А почему ты уходил? Тебя попросили или ты сам ушел? Ну, во-первых, я же говорил, что я был малообразованный и не понимал, что такое состав учредителей. Ну, и произошел следующий инцидент, когда работа настроилась, когда оборот компании был и выручку составлял. По-моему, я сейчас в цифрах тебе скажу. В месяц у нас, по-моему, было только с одного отдела порядки 2 миллионов выручек, чтобы ты понимал. То есть 8 миллионов в месяц генерировал? Нет, это, ну, нет, с одного торгового отдела, с самого сильного, где-то в месяц в совокупности было, может быть, миллионов 4. А тебе тогда сколько лет было? Ну, тогда было 19. 19 лет? 20 лет почти. 20 лет? Да. Я подумал о том, что, ну, я же разговаривал, я же должен быть в составе учредителей. Я пришел, говорю, ну, как бы, теперь это все сделано, теперь же я работу свою показал, возьмите мне учредитель, пишите там какие-то документы условные, которых я тогда тоже не знал. А мне условно сказали, да, конечно, все хорошо, а на следующий день я устучусь в офис, и мне просто дверь не открывает. Банально это было так, и никто в это не поверит, но это правда. То есть я на следующий день просто стал никем, скажем так, и я вернулся обратно в квартиру, которую снимал, тогда понял, за 11 тысяч рублей, что ли, условно. А деньги-то были хоть? Не было. То есть просто ты в момент оказался на улице? Ты оказался на улице, у тебя не было денег, у тебя были знакомые, были друзья, к которым ты не мог обратиться, потому что ты понимал, на каком-то этапе, если ты к ним обратишься, они тебя начнут жалеть, они будут тебе помогать, всячески будут пытаться вытащить, ну, скажем, с этой некой плохого положения. Был же время, когда мне помогали, когда я помогал, и в этот момент я вспоминал тех людей, кому я там делал какое-то добро, кому я помогал. И вот тем не позволялось своей звонить и там, условно, на коленках, на ногах просить, умолять, помогите, там, верните те же самые деньги, которых я вам когда-то ранее занимал. Ну, и таким образом я вот буквально три месяца еще смог платить себе квартиру. Три месяца, когда была сама эта жизнь, чтобы ты понимал, когда ты выстраиваешь кухню японской кухни, у тебя есть заготовка, которую ты ежедневно делаешь. А заготовка – это была полуфабрикат из рыбы, на тот момент это был лосось. А так как я еще понимал ценности продукта, я еще, ну, как бы все отходы, которые были от лосося, я их не выкидывал. Я их просто складывал в морозильник, чтобы ты понимал. Складывал, 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 и, естественно, это все накопилось. Нормальное сырье ушло на торговый отдел, а продукт, который надо было выкидывал, лежал у меня в морозильнике. Ну, вот, условно, получается, что изо дня в день ты питался только одно и уходит. И что дальше? Как ты попадаешь в Новосибирск? Я попадаю в Новосибирск в один прекрасный день, ну, как я говорил, ночь, не разговариваю по скайпу. И мне дали такую информацию, что есть товарищ, у которого есть договора, ленты, в которых он хочет разместить формат суши. И я понимаю, что за этого человека надо браться, хвататься двумя руками и ногами. Ну, и тут возник вопрос, а если я даже захвачусь за эти договора, может быть, у него есть только договора, а нет денег, ну, условно, все же там. Тогда тоже как-то ты умеешь становишься и понимаешь это все. И так и произошло. То есть у него были только договора, но он не готов был вкладываться. То есть я тогда выступил как двигатель, нашел еще инвестора, которого вкладывал деньги. И все, и я поехал в Новосибирск за 4,5 тысячи километров в Воронеж открывать вот первый формат. И в итоге вы стали довольно-таки успешной сетью? Мы стали достаточно успешной сетью, но не на долгий период времени. То есть все было просто, то есть в этой сфере деятельности получилось, что когда оборот денежных средств пошел, скажем, в карман, то людям не думали о развитии компании. То есть все хотели покупать себе машины, квартиры, хорошо одеваться, ходить по хорошим магазинам. Ты тоже? Нет. А чтобы ты понимал, там, условно, у моих товарищей двоих были там... Партнеров? Партнеров. У одного был Мерседес на тот момент, у второго было попроще, это был Форд Фокус. Я ездил просто на Дейл-Некси. Я понимаю, что игра завертелась, и теперь уже надо по-любому куда-то искать пути. И путь был к городу Ульяновску, потому что в том числе у нас в Ульяновске было два объекта, которые уже работали, но они были убыточными. Я понимал, что они никому не интересны будут. Либо их закроют, либо... Ну, скорее всего, их закроют просто. Я понимал это, и я просто поехал в Ульяновск. Я думал, либо их оставлять, либо просто находить денег и открывать другое направление. То есть открывать такую же компанию с другим названием. И ты открыл Суши Бокс? Я открыл тогда Суши Бокс. Саш, такая, ну, на самом деле, на мой взгляд, тяжелая история. Почему в какой-то момент ты просто, ну, вот с таким сумасшедшим опытом, с компетенцией просто не пошел в какой-то ресторан, там, сеть работы, с такими, там, багажом знаний, мне кажется, тебя с руками, с ногами оторвали бы и еще бы платили такую зарплату, что, в принципе, ты мог не отказываться ни в чем. Я на тот момент не думал, что уровень моей компетенции и знаний может сделать что-то большее. Я не мог, как бы, я думал, что я до сих пор еще ничего не знаю. Поэтому я просто опять шел своей дорогой, которую когда-то я увидел, и просто понимал, что она еще не до... Эта тропинка не довела меня до моего дома. А сейчас мы идем на перерыв. Программа «Точка опоры» на канале WBC. Друзья, мы продолжаем. С вами Артем Андросов, программа «Точка опоры» на канале WBC. И сегодня у нас в гостях Александр Ким, основатель компании «Суши Бокс» из города Ульяновска. Саша рассказал уже, ну, такую довольно-таки интересную, большую, на мой взгляд, тяжелую историю, связанную с остановлением моего бизнеса. Скажи, какой все-таки основной мотиватор, который у тебя сегодня есть? Зачем ты это вообще делаешь? Для чего? Для чего тебе бизнес? Я считаю, что много таких людей, такие, как я, которые попадают в такие жизненные трудности, которых не знают, как найти выход из положения. Вот для меня бы хотелось все-таки прийти в конечной цели к тому, чтобы таким людям помогать. Это, может быть, как-то слишком, не знаю, пафосно, не пафосно звучит, но именно в том ключе, понимаешь, потенциальных людей, их же реально много, молодых предпринимателей, которые могут себя реализовывать, которых просто не знают, на каком этапе подойти, кому обратиться, чтобы им помогли, и убрали у них эти мысли, что их где-то как-то кинут. Я понимаю это с точки зрения блага. То есть не с той точки зрения, какая у меня будет там квартира, какая будет машина, а с той точки зрения, сколько денег, насколько успешнее и лучше, и занимать долю рынка Российской Федерации можно лучше, ну, выше. Потому что пока что в России, мне кажется, миллионы выходов, которых можно сделать лучше и построить больше. То есть твоя цель – заработать какое-то количество денег? Заработать какое-то количество денег и начать помогать людям, у которых есть потенциал. То есть вообще в будущем ты хочешь стать инвестором? Да, я рассматриваю эти варианты. А сейчас ты сам нуждаешься в инвестициях? В большей степени нет. Я не нуждаюсь в каких-то инвестициях, я не живу теми амбициями, когда люди говорят сейчас, ну, дали бы мне там сколько-то миллионов, и я бы сделал что-то большее. Я говорил это буквально там полгода, может быть, год назад. Я понимаю сейчас, что инвестиции ничего не стоят по сравнению с знанием. То есть деньги имеют место быть, но так или иначе я тебе просто не рассказал одну историю, такую короткую, про меня на одном этапе жизни, когда уже я в Ленске оказался. Была такая картина, когда я же занял полтора миллиона рублей, вложил полтора миллиона рублей, я проработал год, не отдав полтора миллиона рублей, я ушел в минус еще миллион восемьсот. Еще миллион восемьсот? Минус еще миллион восемьсот. Вот это был, знаешь, такой момент, когда я сидел, за голову взялся, думал, блин, да что я за дурак такой, почему вот так вот все происходит, ну как, вроде бы ты отсюда вышел, а другую деятельность нанял, и ты думал, что ты ни от кого уже не зависишь, и тут бах, на ровном месте у тебя миллион восемьсот. И это был такой момент, когда ты сидишь и думаешь, что делать, вот что делать. А миллион восемьсот образовался из-за поставщиков. То есть продукты, у нас же, когда вот начинала строить уже третья компания, у нас поднялся доллар. То есть я не успел там какой-то промежуток времени хорошо отработать. Рост на продукты был колоссальный, а так как там условно я был один, я не успел перестроить меню, поменять калькуляцию, поменять цены, поменять громовки. И все, что там было там на цену, оно ушло в минус. Выход с этого положения был простой. Ты проехал по всем там поставщикам, договорился с ними о том, чтобы они тебя отгрузили еще там условно на миллион там пятьсот рублей. И ты не то, что будешь расширять какой-то маркетинговый ход, там СММ, продвижение интернета, ты об этом вообще не думал, ты понимал, что надо забирать теперь территорию населения. Тогда математика включилась очень проста, и ты исходил из логики. Один там семьсот тысяч населения, забираешь один процент людей, это семь тысяч заказов. Семь тысяч заказов в день – это два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Банально, чтобы ты понимал. И вот ты понимаешь, а чтобы им было удобно, ты должен в радиусе двух километров быть друг от друга. Вот, собственно, то, что и получилось, и сейчас. У тебя там второй скачок к росту был – это… Открытие торговых отделов в радиусе там трех километров. Но к этому ты пришел через финансовый кризис четырнадцатого года. Да. Прикольная история. То есть для тебя кризис в плюс сыграл или в минус, при том, что ты ушел в минус? Знаешь, мне кажется, для меня вообще все сыграло в минус, уже если так говорить. Для меня сыграло в плюс именно вот нынешнее состояние, какое есть сейчас. А я часто вспоминаю момент, когда я все только начинал, и мне сейчас жалко то время, и я понимаю, насколько можно было создать глобальную компанию на сегодняшний уровень, которую бы, в принципе, уже никто бы не догнал. Даже если бы хотели догнать, но, может быть, они очень сильно постарались, но пришлось бы побороться. Сейчас ты готов пускать свой бизнес партнеров? Готов. Готов. Готов пускать, понимаешь? Не для того, чтобы пустить партнеров, или даже не скажем не партнеров, а людей, которых точно так же хотят зарабатывать больше, выше и поменять свою жизнь, я в первую очередь должен поменять систему. Система – это же не говорится моего подхода. Система – это говорится от подхода людей целиком, полностью. Ну, сам бизнес-процесс. Сам бизнес-процесс. Чтобы он был отлажен условно, как, скажем, Додо Пицца. Это яркий пример, у которых отложена система до такого уровня, что отказавшись от Додо Пиццы, повесив свой логотип, ты больше потеряешь. Вот это правда, ты больше потеряешь, чем обретешь. Ты стремишься сейчас менять свою компанию? Да. Под это? Да. То есть одна из твоих задач в будущем – привлекать инвесторов и все-таки партнериться? Или все-таки сам? Наверное, понимаешь, это, как тебе сказать, и хочется, и колется. Наверное, это крайняя стадия, до которой, наверное, сейчас я приду. А так бы, конечно, я хотел, чтобы я полноценно, полностью шел сам, и никаких инвесторов у меня не было. Сейчас есть некий тренд у ребят инфобизнеса, там, личного бренда. Мы говорим очень многое, что иногда там блогер, который просто там, не знаю, хорошо фотографирует там части тела, может на порядке зарабатывать больше, чем предпринимателю, который там работает 200 человек. Что история личного бренда становится прям таким трендом. Как ты на это все смотришь? Ты достаточно, точнее, вообще не медийный. Я никогда и до сих пор не считал, я никогда не считаю чужие деньги. Как-то так практика сложилась. Вот многие говорят, вот как ты говоришь, там, блогеры какие-нибудь, которые зарабатывают больше, чем ты. Ну, ради бога, если у них получается, то пускай зарабатывают. Вопрос-то и даже и не в этом, вот для меня. Вопрос в том, что для меня интереснее история, когда говорится не о его доходах в карманах, а о его успехах, о его трудностях, достижениях, которых он преодолевал. То есть вот это, да, вот это, наверное, для меня это основной ключ, который я всегда еще выйдет, чтобы понимать, где интересно могу сойтись. Я сейчас понимаю просто, у кого больше трудностей, у тех больше ценностей. Вот банальный такой пример. А то, что он там зарабатывает и кладет себе в карман, это его. Ну, такой вопрос, больше там, философский. Для тебя быть в Ульяновске или быть в Москве, или вообще в другом городе России, это принципиальная история? По большому счету нет. Я не привязан никакому городу, и даже сейчас, несмотря на то, что у меня больше в жизни сложилось в Ульяновске, и благосостояние, жизнь, семья, это все в Ульяновске, но я не привязан. Для меня не страшно перебраться в другой город. В Москву хочешь, или в регионы, или вообще это просто не стоит. Вот если честно говорить, на глобальном уровне, я хотел бы все-таки отблагодарить город Ульяновск, что дал такую возможность. Это не какая-то лирика, это реально город, где людям нужна помощь. Это город, где, понимаешь, люди все-таки добрые и порядочные, но силу своих жизненных трудностей проявляют агрессию. И я бы хотел что-то как-то для этого города сделать больше. Если у меня будет такая возможность оттуда вообще не уйдеть, я никогда не уеду. А если будет возможность сделать что-то для города больше, я буду делать больше. Интересно. Скажи, ну, я думаю, за границей ты вообще не рассматриваешь. Да ну не, это вообще не мое. И второй вопрос. Ребята, которые сегодня хотят стать предпринимателем, на твой взгляд быть предпринимателем – это хорошо, это интересно. Что бы ты им посоветовал? Вот как, наверное, ты встречаешься много с предпринимателями, так же я сейчас встречаюсь очень много всяких разными предпринимателями. Меня пугает один фактор, простой фактор – это фактор мелочности. Мелочность? Да. Ну, скажем так, что много я вижу у нас в регионе предпринимателей, которые хотят достичь успеха. Ну, есть в этом логика простая. Вкладываешь 100 рублей – зарабатываешь 200. Вкладываешь 1000 рублей – зарабатываешь 2000 рублей. Не может предпринимательство построиться из-за вложения, положил рубль, там, миллион заработал. То есть, ну, проблема вот именно то, что предприниматель на сегодняшний день должен как-то все-таки перестроить свое мышление и быть каким-то более глобальным. Наверное, не про мелочность, а про скорость достижения целей. То, что люди ждут там тысячи-две тысячи процентов рентабельности. Ты об этом? Или о другом чуть-чуть, о философии? Ну, смотри, вот условно. Все хорошо видят конечную цифру или мониторят рынок, но никто не задается того же примером себестоимости стакана. Условно, стакан стоит 5 рублей. Молодой предприниматель сегодня хочет зарабатывать цветного стакана, который стоит 5 рублей, зарабатывает, условно, 200 рублей. Дает цену, естественно, эти стаканы никто не покупает, проходит время, у него у нас падает настроение, он сидит и думает, а почему все так плохо, у меня там не покупают эти стаканы и так далее. Когда ответ банальный, не надо быть до такой степени просто жадным. Я вот так рассуждаю. То есть ты говоришь о том, ну, на самом деле я сейчас очень сильно вижу, особенно вижу это у вымирающих компаний, компаний так называемых динозавров, которые привыкли работать на совершенно космической марже, особенно строительстве и так далее. И, ну, для них там понимание, как вообще работать на небольшой марже, ну, оно в принципе отсутствует. Ты сейчас говоришь о тех ребятах, которые сейчас новые приходят, что они тоже не думают о системе, а думают о сиюминутной прибыли. Правильно? О сиюминутной прибыли. Понимаешь, вот даже ты говоришь, Артем, про инфобизнес, про СММ, про интернет, про Яндекс.Директ, это все факторы, которые говорят о том, что, ну, все же мы простые люди, все мы стандартные люди, все думают одинаково. Условно, даже ты там продаешь стакан, я продаю стакан. И все мы, весь канал наш сбыта, это интернет, СММ, и вот то, о чем мы с тобой ранее говорили. Но залог успеха же не в этом. Почему? Залог же успеха все-таки в каких-то отношениях. Сейчас получится что-то построить, если ты будешь честным, откровенным, когда ты сможешь дать веру в людях, то, что они тебя не предадут. Потому что я с этим сталкивался. Потому что если завязываюсь на данный момент с человеком и понимая, насколько он честный, скажу глобально, я вам готова буду жизнь отдать. Но я понимаю, насколько я человеку упустил в свое сердце. И то же самое я больше чем уверен, те люди, с кем я так общаюсь, и они выстраивают так отношения. Они никогда не будут строить там отношения со мной из-за каких-то денег. Если у них будет возможность мне помочь, они всегда помогут. Мне кажется, залог успеха все-таки это честность. Это не философия, это так и есть. Саша, на твой взгляд, нужно ли сегодня становиться предпринимателем? Да. Реально надо. Потому что все-таки есть поколение, которое сможет поменять и сделать жизнь других людей лучше. Поэтому так или иначе предприниматель – это человек, который берет на себя ответственность и меняет жизнь людей, которые вокруг него. Хорошо, плохо – он их меняет. Поэтому, я думаю, это один из маленьких шагов, за которых стоит браться. Друзья, я благодарю наших гостей за искренность. Это хорошие разговоры, которые говорят о таких хороших человеческих ценностях. Если среди вас или ваших друзей есть интересные предприниматели, которые сегодня меняют индустрию, расскажите нам о них, и мы с ними пообщаемся. С вами был Артем Андросов, программа «Точка опоры», канал WBC. Увидимся через неделю.